Война. День 349. Ситуация на фронтах. Несмотря на нагнетание информации о большом наступлении России с открытием новых направлений со стороны Беларуси, никаких признаков подтверждающих это нет. Чтобы такое наступление было успешным, необходимо большое количество войск, которое невозможно скрыть. Год назад все видели скопление войск на границе, и наступая на Киев, они потерпели поражение. Теперь, чтобы хотя бы повторить прошлогодние достижения, России необходимо в разы больше войск, так как украинцы подготовили позиции, а россияне потеряли самые боеспособные кадры и лучшую технику. Исходя из этого, вероятность нового наступления на Киев крайне мала. Тем не менее, россияне будут продолжать наглядать ситуацию и быть может даже проводить атаки с целью сдерживания украинских сил. Альянс Свободы. Немецкая компания FFG и британская Pearson Engineering сообщили о контракте на поставку в Украине машин Vesend 1MS для прорыва минных полей. Финансируют контракт правительство Германии, и вероятно будет поставлено 42 таких машины. Vesend 1MS – это самое, что ни на есть наступательное оружие, хотя на его борту оружия нет. Но во-первых, эти машины предназначены для быстрого разминирования минных полей, таким образом может осуществляться прорыв обороны. А во-вторых, ну это просто стрёмно, когда на тебя едет такая штука. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области. Бои идут по линии Сватова-Кременная. Сейчас атакуют россияне, но каких-то продвижений замечено не было. На правом берегу Северского Донца россияне заявили о захвате Белогоровки, но кадры подтверждают, что село контролирует ЗСУ. Агентштаб Украины сообщил о отражении российской атаки в районе населённого пункта Шипиловка, севернее Белогоровки. Похоже, украинские войска выдвинулись в сторону указанного населённого пункта. Хотя логика такого выдвижения не совсем ясна, ибо южнее известно о продвижении российских войск. Так, в районе Солидара они захватили Благодатное и прорвали укреплённые украинские позиции западнее. Южнее бои идут за Красную Гору, где наёмники Вагнера незначительно продвинулись. В промзоне Бахмута идут бои. За последние дни, несмотря на многочисленные попытки продвинуться ближе к трассе Н-32, у россиян ничего не вышло. Дальше ожесточённые бои в районе Авдеевки, где держат оборону 36-я бригада морской пехоты, которая опубликовала кадры уничтожения наступающей российской пехоты, и которые я не могу показать. Украинский генштаб сообщил о отражении атаки на Северное, что вероятно означает захват россиянами Водянова. В районе Углитара российские войска предприняли очередную попытку наступления с использованием большого числа техники в количестве четырёх колонн с пятью танками в каждой, а также при поддержке БМП и пехоты. Впрочем, результат получился, как и в прошлые разы. Россияне потеряли по меньшей мере 20 единиц техники и около 200 убитыми и ранеными. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, в том числе Херсона, но без продвижений. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать канал и видео лайками, подпиской, адекватными комментариями, и ещё колокольчик можно тоже ставить.